Проходим к работе со стопой. Во-первых, ей тоже нужно подвижность предоставить и кровообращение увеличить. То есть мы ее раскручиваем в одну и в другую сторону, держась крепко за лодыжку. То есть эта часть ноги должна быть практически неподвижна. Чем больше амплитуда у вас будет движения, тем лучше. Клиент должен, естественно, быть полностью расслаблен. Если он не расслаблен, что-то у меня искусство напряжения, согреться, могу дополнительно растереть ее с этой и с другой стороны. Опять раскручиваем. Смотрите, я целиком сначала стопой раскрутил, потом отдельно взял за пятку, от пятки ее. Потом отберу за, как бы, тоже отдельно пополам. Большой палец отдельно и все пальцы. Друг относительно другого. Вот так вот. В одну и другую сторону. И потом большой палец отдельно. В одну и другую сторону. Часто у людей бывает и тут вылазит такая шишечка, да? Это вот помогает стимулировать, чтобы такого не было. То есть сустав должен быть подвижный, должен быть достаточно эластичный. То есть я, видите, прижимаю, как бы, вот место соединения до сустава. Большой палец подкручиваю. В разных поверхностях можно. Вот видите, так и так. В принципе, также можно и все пальчики пройтись, да? Причем, когда я подкручиваю, смотрите, я иногда вот нажимаю целиком пальцами внутрь стопы и наружу. Внутрь в нее, как бы, венчиваюсь и наружу. Внутрь венчиваюсь и наружу. Внутрь венчиваюсь и наружу. Внутрь и наружу. Вот. К мануальному техникум относятся то, что после размятого на шаре. Стопы. Мы можем ее взять, опять же, вот так вот взять эти две части, да? И развернуть вот в эту сторону. До хруста. Потом взять, таким захватом, и развернуть в другую сторону. Вот. До хруста. Опять же, наши пальчики. Ау! Ау! Вот. Ну, это я просто демонстрирую. Как-то я очень приятно. Кому-то бывает это больно, кому-то приятно от привычки. То есть, мы практически размяли ногу в эту сторону, в эту, и вот в эту, да? До напряжения. То есть, тут должно быть практически пламаринь. А теперь в обратную сторону. Раз. Натягиваем таким образом ахилловое сухожилие. И его активно продеваем их. И опять же, наши все движения идут снизу ноги, да? Ну, уже получается не снизу, а как бы с края ноги к центру тела, да? Вот туда. Туда на кощах, туда. В ту сторону. Больше движения. Простучали всю стопу. Можно, значит, вот такими постыками, да? Можно кулачками. Можно по кругу. Думаю, что мы сразу активизируем очень большое количество областей. Зону акупунктурных. А теперь переходим к более конкретным зонам и точкам, да? Ну, вот, например, вот тут вот. Где от косточки до косточки вот такая вот улыбка гумиплена получается. Находится зона, отвечающая за половые наши функции. Ее мы промассировали. Потом выше, где вот такая впазинка, пятки, да? Находится вот точка из той и с другой стороны. Мы ее, чтобы не массировать отдельно, да? Делаем такую подкову из пальцев. И вокруг пятки она очень легко одевается. Эта подкова одевали, сняли, одели, сняли. Одели, сняли, одели, сняли. Точнее, даже не подкова, а вот эти вот, как были в рыцаре, помните? Как они назывались-то? Шлем? Нет, для лошадей подгонять лошадей. Да? Да нет, ну, такие шпоры. Шпоры, вот, шпоры. Представьте, что ваш арка провисла шпор, да? И она шпор вот так вот везет. Как раз мы массируем вот эти точки. Ну, у женщины это яичники, у мужчины это яичники. Далее, вот тут вот очень много точек вдоль пятки идет. Их тоже надо обязательно пройти, промять. Тем более, это мы, как бы, обезопасим человека от, так называемой, шпоры, которые уже реально образуются у человека. Это вот тут, как бы, немножко следствие подагры, когда мочевая кислота в избытке у человека, она начинает капать на пятки и образуется там такой нарост. Его обязательно тоже надо это все промассировать, чтобы кровь работала, когда работает кровь, она начинает все это вымывать. Лапа леопарда, только теперь уже не на расширение, а на сжатие. Он активно эту пятку всю прорабатывает. Видите? И сразу, не отвлекаясь, переходим в стойку, подменяем стойку, да? И начинаем работать со всей стопой. Вот, во-первых, такие вот шестеренки запустили, да? Те же самые движения. Теперь от края стопы к середине ноги, стороны все движения делать, да? Вот такие мощные, массирующие, глубокие. Зон здесь очень много, но в основном тут, как бы, находится тонкий кишечник, и вот так вот по квадрату идет толстый кишечник. Поэтому мы их проминаем, ну, так условно для себя мы разделили, как бы, на клеточки, да? Вот так сеточку сделали, и вот так вот у нас получились клетки вот такие, да? И мы каждую эту клеточку стараемся вот так вот промять. Техникой Шиа Цу, легкой вибрацией. Если человек заказывает массаж стопы, да, то мы это делаем, естественно, более подробно. А сейчас в общем массаже нам все работают со стопой, надо уложить минуту за 3-4 примерно. Ну, если это сделать очень быстро, то логично. И дальше отводим косточки пальцев, потому что пальцы, на самом деле, заканчиваются вот здесь. Отводим их в сторону, стараемся их растянуть, расстояние между ними это вот увеличить. Чекотно? Больно. Больно, да? Ну, здесь есть болевые точки, кстати, вот тоже вот под мизинцем, между мизинцем вот этим вторым пальцем, да, вот эти косточки заканчиваются. Вот такая точка есть. Болевая, да? Как везде. Болевые точки. Ну, они практически везде. В общем-то, можно так тоже диагностироваться. Как правило, говорят, если точка какая-то более активная, отвечает более, да, на наше воздействие, то, соответственно, это паральция того органа, который наиболее воспаленный или больной. Ну, вот здесь, в данном случае, это вот половая сфера тоже, эта точка. Кстати, у мужчин, ну, вот, за простату отвечают. Так, еще иногда с клиентом шучу, когда разминаются, я ему говорю, вот, ты не поверишь, я тебе сейчас массирую правый глаз, а вот правую скулу, а вот правое ухо. У меня все, значит, болит, потому что он все болит, просто. Просто все болит, да. У меня просто то, что забыл. Вот, потому что аккумуляторные точки, они перекрещиваются. Вот, нога у нас левая, да, а точка отвечает сейчас за правую сторону. А на правой, так и за левую сторону. Вот как выглядит перекрещивание. Соответственно, вот здесь отойдет позвоночник. Тоже могу здесь на схеме нам показать. Точки проходили. Вот, потом своих посмотрите, да. Точки соответствуют на стопе акупунктурному расположенному зону позвоночника. Тоже не забывайте их пройти. Ну, можно по отдельности каждую, да, пройти. Вот так вот он забивается. А можно вот энергично быстро растереть. То есть, дополнительно мы позвоночник еще раз простимулировали энергию, да. Сразу переходим к пальчикам, а точнее межпальчиковому вот этому промежутку, да, где перепоночки у нас. И мягко их проходим или более активно проходим. Зависит от того, какое вы воздействие хотите показать на клиента. Если это такой возбуждающий спортивный массаж, да, то тогда резко и сильно. Прямо даже можно костяшками пальцев. Если это массаж более релаксирующий эротически, да, то тогда прямо вот рука у вас становится такой легкой, как перышко. И вы между этими пальчиками. Да, вот легонечко. Так приятно. Так более приятно, да? Конечно. Вот легонечко, мизинчиком проходите. Я не знаю, на камеру там видно, да, что будет между пальцами? Ага. Потом старайтесь в эротической вашей фазе массажной, старайтесь не касаясь ноги, да, вот она как будто вот как пушинка сама по себе. Да. Так слегка придерживаете. А берете теперь двумя пальцами и отводите от самой длинной стопы, вот так, из линии, к кончику пальца. Потом следующий пальцами берем. Вот. Это движение надо делать очень медленно. Слово ли, слово ли. Так. У нас курсы, да, эротического массажа совмещены? Эротического мануального массажа, да. Эротического, да. Совмещены. Так приятно? Ага. Вот, да. И каждый пальчик, как бы, с ним подружитесь. По здоровью. Привет. Привет, Каташа. Привет. Вот. И переходим к вот этой части свода стопы, да. Тыльной. Соответственно, как я вам уже и говорил, лимфа, она должна сечь вниз. Ну, снизу вверх, в данном случае у нас перерыва, да. Наши пальцы, как раз, очень легко в межпальчиковое расстояние, да, положатся. И, как раз, получается, между косточками, вот с этой стороны, да. Поэтому наше движение очень легко проходит между ними. И мы вот отводим все это вниз, вниз, вниз. Далее делаем, знаете, такой есть микрофон на паутинке, который вот висит в серединке, да. Вот такой же мы стараемся сделать из своей ладони. То есть легонечко на вот этой своей перепонке, да, на обоих руках, мы подвешиваем ее в стопу. Она как бы вот висит легонечко, да, на перепоночке. Практически без веса легко тогда, да. Вот легко. При этом, видите, мы уже мышцы достаточно размяли, да, это, да. Поэтому нам, чтобы еще больше убедиться в этом, что они размяты, мы их можем потрясти. Или покрутить вот так вот. Теперь вот с этой стороны тогда иди, чтобы было видно, да, мышцы. То есть мы их, вот эти мышцы, да, расслабили дополнительно, покрутили. Или даже вот, может, вот такую запяточку. Видишь, мне трясутся. Значит, все. Результаты некоторых добились. Размяли. Если они все-таки закопищены остались, тогда опять же прожимаем некоторые точки волшебные, которые их расслабят. Эти точки, ну, грубо говоря, их достаточно три нажать. Вот здесь они находятся. Я просто сейчас боюсь сильно нажимать. Они очень болезненные. Но, смотрите, если сейчас вот так плотно, да, здесь идет, плотно все-таки, да. Первая точка сантиметров пять от линии изгиба. Вот где-то здесь. Она достаточно широкая, поэтому нажимаем двумя пальцами. Выдохнули. Вторая точка. Вот на расстоянии, где сухожилия закончились, да, и вот мышцы, она посередине находится. Вот здесь, по центру. Третья точка. На остатке этого расстояния тоже вот посередине. Вот. Ну, надо, на самом деле, сильнее жать. Я сейчас немножко щежу человека, да. После этого мышцы сразу проверяем, они такие более расслабленные получаются. Вот. Что касается мануальной техники. Мы сейчас поводействовали на ноги, на пальцы, да. А теперь берем, воздействуем непосредственно уже на коленную чашечку. Расслабленную ногу. Не напрягай. Специально вот. Это вот приемщик позволяет ему самому отключиться, да. То есть он понимает, что не надо расслабляться, если я вот так делаю. Человек уже говорит, ага, ну нормально, значит надо расслабиться. И расслабляется. Но в этот момент я ему давлю. Это единственный момент, когда я давлю именно на линию сгиба, да. На чашечку. Тем более в этот момент я уже ногу согнул. И достаточно резкое движение вот туда. Был щелчок. Ага. Где он сейчас был? Здесь? Да. Да. Вот в коленке. То есть мениск там встал на место. Переходим дальше. Руку кладем уже на середину бедра, да. А эту ногу двигаем к ягодице. Мало того, что мы ее довели до самого ягодица, да. Растянули. Но наше давление теперь идет в стопу. В направлении, ну как бы в тело человека. То есть как бы мы ее разрываем, растягиваем от голеностопа. Ой. От, ну да. Вот этой. Длинностопной косточки. Вот смотрите. Еще раз. Вот туда. Также может быть эффект хруста здесь. Может не быть. Это в общем-то не является самоцелью достигнуть хруста, да. Просто как суставная гимнастика мы растягиваем гей суставы. Расслабили ногу дальше. Побили ее хаотично, да. Чтобы ее, ну, отвлечь от наших следующих действий. Следующие действия такие, внешне кажется грубыми, но на самом деле это та же самая суставная гимнастика. Соворачиваем стопу вот так вот. Кладем ее рядом, за бедром. У здорового человека она, она практически вот чуть ли не соприкасается с бедренной косточкой вот здесь, да. Теперь в другую сторону разворачиваем и на другую ягодицу кладем. Тут вот не поднимать таз. Должна тоже коснуться. Вот. Человек вполне здоров. Все касается, да. Все три точки. После этого ногу встряхнули. Вот тоже. Если мы работаем с тазовой областью, да, и истец был у человека закрепощен, да. Опять же добавляем вибрацию через ногу конкретную. Провибрировали. В вертикальной плоскости, да. Теперь горизонтальной. Теперь по кругу. Вот нога должна быть полностью расслабленная. Тогда вот тут тоже расслабляется. Здесь чувствуется таз, что ягодица доходит, да. То есть когда человек расслаблен, он очень хорошо доходит прямо до ягодицы. Потом ногу немножко поворачивается на себя, да. И так же вот трясем. Ну, смотрите, как я стою. Я не вдоль тела стою, да, а как бы по диагонали. Вот она в этой стороне. То есть все эти тряски, они очень полезны. Теперь, что касается фитнеса для массажиста. Ну, сейчас я это покажу, а пока давайте на этом упражнении закончим. И так вот. И так вот. И так вот, все. Да.